В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Килипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Антишкола. Волонтеры познакомились со способами продвижения в социальных сетях. Самый романтичный праздник 14 февраля многие страны отмечают День всех влюбленных. Битва за лидерство. Хоккейный клуб Саров скрестил клюшки с командой СКСТОВА. Далее расскажем обо всем подробно. Разработан детектор коронавируса для ранней диагностики COVID-19. С его помощью диагностировать новую коронавирусную инфекцию можно будет на самых ранних стадиях заболевания. Изобретение запатентовано в Роспотенции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Чувствительность теста и быстрота проведения анализа – это важнейшие требования к диагностическим системам. Новая разработка в полной мере отвечает этим требованиям, говорится в сообщении. Технология может стать основой диагностической системы, позволяющей быстро получить результат прямо у постели больного. Такая-то система не требует высокотехнологичного оборудования и высоких затрат, пояснил один из авторов технологии, заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИ эпидемиологии Александр Тюменцев. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Милик-Гусейнов выступил против введения тотального карантина в школах Нижнего Новгорода. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Волга». «По-моему, закрывать все школы на карантин – это неправильно, это сработает больше во вред, потому что школьник, оставшись дома, вряд ли будет долго сидеть в четырех стенах, а пойдет гулять, в том числе в торговые центры. Итак, мы не прервем цепочки распространения вируса, не сдержим эпидемию», – сказал Давид Милик-Гусейнов. Сейчас в Нижегородской области школы и группы в детских садах закрывают на карантин точечно, в том случае, если число заболевших ОРВИ или ковидом превышает 20%. Эти меры привели к тому, что, по данным прошлой недели, заболеваемость детей в Нижегородской области снизилась на 20%. С 17 февраля с 14 до 16 часов в Центре культуры и досуга в НИЭФ на площади будет работать выездной прививочный кабинет. Там саровчане смогут получить прививку от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Антишкола добровольчества в социальных сетях. В молодежном центре прошла встреча с медийщиком ресурсного центра добровольчества Светланой Беловой. Волонтеры познакомились со способами продвижения в социальных сетях и сами попробовали составить контент-план. Подробности далее. Почти 700 миллионов пользователей в ТикТоке, 28 миллионов во Вконтакте и 30 в Инстаграме. Данные HeadSuits наглядно говорят о значимости социальных сетей в современной жизни. Здесь продают и покупают, знакомятся, создают сообщества и находят единомышленников. Для волонтеров социальные сети тоже стали площадкой для активной деятельности. Через свои группы они приглашают на мероприятия, рассказывают о работе, ищут добровольцев. И, конечно, стремятся делать это в соответствии со всеми трендами. Как вести соцсети, чтобы вас заметили, рассказала опытный медийщик ресурсного центра волонтеров Светлана Белова на встрече Антишкола. В первую очередь это распространение информации о акциях, о различных мероприятиях и, в принципе, информирование людей о том, что есть возможность помогать, есть возможность оказывать какую-то помощь, не знаю, пожилым людям. Тем более сейчас во время ковида это очень такая реальная проблема. У Светланы Беловой за плечами колоссальный опыт продвижения в социальных сетях. Она реализовала несколько медиапроектов и решила поделиться своими знаниями. Рассказала, как набрать и удержать аудиторию с помощью Таргета, Сарафанова радио и Трафика. Также Светлана на примерах объяснила, какой бывает контент и для чего он нужен. И хотя слушатели были из разных организаций и с разными целями и задачами, каждый подчеркнул для себя что-то полезное. Обязательно нужно помнить о том, что люди ловятся на интересное, то есть людям нужно давать интересный контент, как они называют ее, развлекательный. И именно этот контент позволяет потом, когда тебе нужно что-то серьезное, важное, срочное разместить, именно этой информацией разойтись широко и быть доступной людям. Я узнала, что если тебе что-то интересно, ты можешь в соцсетях найти людей с такими же интересами, как у тебя, и они тебе в чем-то могут помочь. Узнав о возможностях соцсетей, некоторые волонтеры создали новые аккаунты и прямо на встрече разработали вовлекающие читатели формы контента. Ну а Светлана Белова, в свою очередь, пообещала помогать с продвижением волонтерских сообществ в популярных соцсетях. 18 февраля в 10 часов в режиме видеоконференции заместитель прокурора области Андрей Немыкин в Саровской прокуратуре проведет личный прием населения. Органы прокуратуры в пределах своей компетенции рассматривают обращения, содержащие сведения о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, интересов общества и государства. Личный прием проведут в порядке живой очереди при предоставлении паспорта по предварительной записи. Записаться на прием можно по номеру 75636. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 9 февраля 708 из 754 обучающихся прошли итоговое собеседование по русскому языку. Это допуск государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. Среди затруднений значительное количество речевых и грамматических ошибок, фактические ошибки при пересказе текста, искажение при чтении собственных имен существительных терминов, неумение логично включать высказывание в пересказ, пропуск важных микротем текста. 46 человек пропустили процедуру итогового собеседования из-за болезни. Два человека получили незачет. Они смогут пройти собеседование в один из резервных сроков – 9 марта или 16 мая. Дождь со снегом и потепление до плюс 2 градусов ожидает в Нижегородской области в период с 14 по 20 февраля. Причиной аномального тепла станет североатлантический циклон, а отсутствие осадков во время первой половины недели обеспечит азиатский антициклон. По данным Центра ФОБОС, на территории Центральной России среднемесячная температура воздуха уже на 4 градуса выше положенной нормы. В нашу область также придет оттепель. Невероятно теплый февраль 2022 в предстоящую неделю усилит эту тенденцию, приближаясь к рекордным показателям, сообщает ведомство. В результате сугробы уже совсем скоро начнут стремительно таять. Девять водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Один саровчанин был пойман без водительского удостоверения. 14 участников дорожного движения снова пренебрегли своей безопасностью и решили не пристегиваться. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Виновники трех дорожно-транспортных происшествий скрылись с места аварии. У дома 11 по улице Школьной в период с 4 часов 28 января до обеда 7 февраля неизвестный въехал в припаркованную «Шевроле-Авиа», после чего оставил место ДТП. Аналогичный сценарий произошел и на проспекте Мира. И если в двух случаях водителям удалось скрыться, то виновника третьего ДТП поймали. 9 февраля, примерно в 6 часов утра, у дома номер 9 по улице Юности, водитель 2001 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2115, при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра, совершил наезд на автомашину «Хундай», не остановился, с места ДТП скрылся. И, как я уже сказал, в настоящее время в Мировом суде находится материал по проверке его действий на наличие признаков административного правонарушения. В нарушителей ждет серьезное наказание – до 15 суток ареста, либо лишение прав на срок от года до полутора лет. Несмотря на скрывшихся водителей, на дорогах Сарова было спокойно. В частности, ДТП с пострадавшими сотрудники госавтоинспекции не зафиксировали. Однако водители призывают не терять бдительность, поскольку впереди оттепель, а значит снежный каш на дорогах и гололед. В условиях гололеда, недостаточной видимости, снегопада, прошу быть всех предельно внимательными и осторожными, особенно при движении во дворовых территориях и жилых массивах, выбирать скорость движения транспортного средства, исходя из конкретной дорожной и метеорологической обстановки, соблюдать дистанцию до впереди девушекся от машины, боковой интервал до впереди стоящих от машин. Не обошлось и без штрафов. Сотрудники госавтоинспекции выявили 110 административных правонарушений. Так, 14 царовчан решили не пристегиваться ремнями безопасности. Двое пренебрегли правилами к перевозке детей. У 29 остановленных автомобилей выявили неисправности, при которых запрещена эксплуатация авто. Девять водителей было задержано в состоянии алкогольного пьянения. В действиях трех из них усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. ПДД также на минувшей неделе нарушили 9 пешеходов и пассажиров. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рявов, Служба новостей, Саров, 24. Цветы, плюшевые игрушки и главный символ праздника – трогательные открытки в форме сердца – Валентинке. 14 февраля многие страны отмечают День всех влюбленных. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, будут ли саровчане отмечать этот праздник и что приготовили для своих вторых половинок. 14 февраля – День Святого Валентина, а это значит, что большинство влюбленных приготовили подарки для своих вторых половинок. Сегодня мы узнаем у саровчан, знают ли они историю праздника, будут ли его отмечать и какие подарки будут дарить своим любимым. Пойдемте. Нет, это не наш, наверное, праздник. А расскажите историю, знаете, вообще? Нет, не интересуюсь. Чего? День всех влюбленных, да. Нет, мы не отмечаем, это не наш праздник. Наш праздник, День семьи и верности. 8 июля, да? Да. День Святого Валентина, скажите, отмечать будете? Нет, не будет. Почему? Это не праздник полностью. И здесь тоже не праздник. Люди, люди, кто-нибудь отмечает День Святого Валентина? Пойдем, найдем кого-нибудь. День Святого Валентина будете отмечать? Нет. Почему? Пусть молодежь празднует. Это такой веселый, красивый, романтичный праздник. Не понимаю, почему саровчане не хотят его праздновать. Ведь у русского человека должно быть много-много праздников. Правда? Правда. Пойдемте, отметим его. А вы отмечаете День Святого Валентина? Не всегда. А вы знаете вообще историю этого праздника? У меня шло. Ну, знаете, да. А скажите, подарки приготовили для своей? Конечно. О, хоть один романтичный мужчина. Ну, наконец-то. Супер. Пошли дальше. Да нет, мне не до этого. Почему? Задыхаемся. Почему? Не хочет. Говорит, не хочет. Вот. День Святого Валентина будете отмечать? Нет. Нет. 14 февраля отмечать будете? За подарком, наверное, торопится. Давайте я вам помогу выбрать. Нет? Не хочет. В Сарове почему-то не жалуют праздник День Святого Валентина. Или, может быть, мы сегодня побывали не в тех местах. Может быть, кто-то и есть, кто еще отмечает 14 февраля. Друзья, мы поздравляем вас с этим замечательным праздником. Желаем вам счастья, здоровья, любви и много-много подарков. Ну, а те, кто еще не нашел свою вторую половинку, мы вам желаем обязательно ее приобрести. Для вас опрос проводили Ирина Вашегородцева и Кирилл Новикевич. Саровчане уверенно сохраняют за собой первую позицию в регулярном чемпионате областной высшей лиги. В минувшие выходные наши спортсмены скрестили клюшки с командой Кстова. Матч для саровской команды был решающим. Победа над старым соперником позволила бы нашему клубу выйти в плей-офф с лидерской позиции. Об итогах встречи расскажем далее. Напряженная игра хоккейного клуба «Саров» с Кстова заставила болельщиков понервничать. Это был решающий поединок, от которого зависело положение в турнирной таблице чемпионата Нижегородской области по хоккею высшей лиги. В первом периоде «Саров» уверенно лидировал. Соперник пропустил три шайбы. Но уже во втором тайме Кстова взял себе одну очко. «Саров» просто реализовал свои моменты здорово. Не скажу, что наши где-то плохо сыграли, провалились, может. «Саров» здорово реализовал. Забыли вообще про счет. То, что там 3-0 на табло. Выходили, бились до последнего. Отдавали все силы. Для саровских хоккеистов второй период был не самым удачным. Спортсмены ошибались, допускали соперников на свою зону и пропустили шайбу. Но к последнему тайму команда собрала все свои силы. Чтобы безоговорочно обыграть Кстова. Итоговый счет 4-2 получился благодаря общим усилиям всех игроков хоккейного клуба «Саров». Быстрый первый гол пропустили во втором периоде. Все как-то пошло уже не так. Но потом собрались, вышли на третий. Доиграли матч. Игра была такая серьезная, сильная. Сильный соперник. Уже приближенные игры к плей-офф. Уже на носу как бы у нас. Это уже одна из тех игр, которые будет в плей-офф. Также в субботу ХК «Саров» провел игру на выезде с Уренью. Наши хоккеисты обошли соперника со счетом 5-2. Две победы подряд закрепили «Саров» на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги. Следующая игра состоится на выезде 19 февраля. ХК «Саров» скрестит клюшки с Павлова. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров» 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!